В студии Юлия Лучникова. Здравствуйте! В эфире итоговая информационная программа с обзором событий прошедших 7 дней о самом важном и интересном, на наш взгляд, в ближайшие полчаса. Итак, сегодня выпуски. Капитальный ремонт многоквартирных домов. Как жильцы оценивают итоги прошлогодней кампании и перспективы текущего года? Его история неразрывно связана с историей города. В апреле исполнилось 35 лет со дня образования нефтегазодобывающего управления Суторминскнефт. Попробовали свои силы. Вопускники сдали единый госэкзамен в тестовом режиме, особенности и нововведения ЕГЭ 2017 года. Обсуждаем тему с гостем студии. На этой неделе депутаты Государственной Думы приняли несколько важных поправок в избирательное законодательство. Как сообщает российская газета, президентские выборы перенесены с 11 на 18 марта. Дело в том, что в 2018 году выборы главы государства должны были прийтись на неделю, на которую выпадает Международный женский день, чтобы избирателей не отвлекало чествование прекрасного пола и было решено отодвинуть день голосования. Кроме того, 18 марта – день воссоединения Крыма с Россией. И этот праздник, по мнению парламентариев, не только не отвлечет избирателей, а наоборот создаст своего рода патриотический стимул. Еще одно нововведение – отмена открепительных удостоверений. Теперь любой избиратель, находящийся в день голосования в командировке, отпуске, на лечении, также проживающий или работающий вдалеке от места постоянной регистрации, сможет без лишних сложностей проголосовать там, где пребывает. Для этого достаточно будет подать заявление за три дня до начала выборов. Причем сделать это можно будет по электронной почте или по телефону в Центр обработки обращений, который будет создан Центр избиркома. Есть поправки, которые касаются работы наблюдателей. В частности, исключаются требования о заблаговременном направлении их списка в избирком. Главный принцип внесения вышеуказанных поправок направлен в первую очередь на честность избирательного процесса. Добавлю, что на этой неделе подготовку к главным выборам страны губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин обсудил с представителем Центра избиркома России Александром Клюкиным. Ямал налаживает связи с Алтайским краем. Губернатор автономного округа Дмитрий Кобылкин и глава Алтайского края Александр Карлин подписали соглашение о сотрудничестве. Среди приоритетных направлений санаторно-курортное лечение, поставка из Алтая на Ямал продуктов питания, фармацевтики, высокопроходимой транспортной техники. Кроме того, предприятия Алтайского края являются поставщиками специальных изделий для нефтедобывающей отрасли и нефтехимических производств Ямала. А связи с Тверопольского края и Арктического региона становятся еще крепче. На этой неделе ямальская делегация работала в Южном регионе. Ее возглавляет вице-губернатор Ирина Соколова. Основная цель их визита – обмен опытом. Гости посмотрели лучшие муниципальные практики, которые есть на Ставрополе и поделились своими наработками. После переговоров в краевом центре представители округа побывали в Железноводске. Этот город предлагает ямальцам возможность поправить здоровье, в том числе минеральными водами и богатую культурно-историческую программу. Когда мы встречались с главой Железноводска, то его планы, которые он озвучил, в том числе на дискуссионной площадке, абсолютно совпадают и с моим видением. Жители приедут туда, граждане приедут туда, где комфортно, где безопасно, где есть возможность хорошо провести время, отдохнуть и, конечно же, подлечиться. Городским новостям в этом году в Муравленко капитально отремонтируют 10 жилых домов. Качество и соблюдение сроков – основные ориентиры муниципалитета в вопросах организации и проведения капитального ремонта. Это не просто слова. Об этом свидетельствуют показатели прошлого года. Тему продолжит Эрнест Бавшин. В 2016-м в городе отремонтировали 6 многоквартирных домов. У каждого был определенный объем работ. В основном подрядчики занимались ремонтом кровель, фасадов, инженерных коммуникаций. На двух домах провели сплошное утепление с помощью металлосайдинга. После выполнения этих работ в квартирах стало заметно теплее. Дом стал красивый. Все. Это стало тепло. Ну, капремонт – это всегда хорошо. То есть благоустройство, оно как бы всегда радует глаз. Если в квартирах жарко, не обязательно выпускать тепло на улицу. Коммунальщики предлагают собственникам квартир установить систему, регулирующую подачу тепла в дом. Решения жильцы должны принять на общем собрании. Прежде всего, необходимо начинать с проектных решений, запросить технические условия у нас в присутствии сомжающей организации. Мы выдадим свои рекомендации в части приборной базы. Далее необходимо разработать проект, определить принцип, по которому будет осуществляться регулирование количества отпускаемой тепловой энергии. Либо это будет погодозависимый график, либо это будет режим поддержания постоянной комфортной температуры внутри помещения. Оценивая первый опыт проведения капремонта, специалисты отмечают, без ошибок не обошлось. К примеру, в 77-м доме по улице Ленина из-за некачественной работы подрядчика протекала крыша. Ошибки тут же устранили, и сегодня жильцы довольны ремонтом. Замечательно сделали. Чисто, аккуратно, приятно зайти. Безусловно, подъезд у нас очень хороший, изменился, очень сильно изменился по сравнению с прошлым годом. Да и да, в гостях приходится бывать, не всегда заходишь в аккуратные подъезды, иногда и запах неприятный в подъезде какой-то наблюдается. Ну, в общем, постарались. Ну, в принципе, не течет и всю зиму не текло. Как бы нас все устраивает. Еще бы хотелось, чтобы сделали внутри подъезда ремонт, а с крыши мы довольны. В этом году из перечня работ по капремонту убрали сплошное утепление фасадов. У горожан возникает резонный вопрос. Почему и как быть? А вот что людям делать, которые живут в торцевых квартирах, вот им что делать. Они давали заявки, им до этого утепление производили межпанельных шнурок, но в квартирах все равно у людей холодно. Вот, теперь мы просим, чтобы хотя бы сделали работы, произвели торцевых квартир. Действительно, сплошное утепление фасада исключили из перечня со следующей формулировкой. Размер минимального взноса на капремонт 10 рублей 50 копеек не обеспечивает финансовые потребности на проведение данного вида работ. Предлагали такой вариант, что выполнить сплошное утепление фасада, если они хотят. Но единственным источником в этом случае может быть только средства собственников. Дополнительные средства к тем взносам, которые выплачиваются за капитальный ремонт. Но была предложена стоимость по каждому дому. Она, конечно же, индивидуальна, все зависит от этажности и количества подъездов, но суммы получаются очень большие. Поэтому во всех домах от собственников мы получили отказ. Но существуют альтернативные, более дешевые способы утеплить фасады. Их и будут использовать при проведении капремонта в этом году, причем не привлекая дополнительных средств собственников. Предпроектным решением предусмотрен ремонт межпанельных швов, в которые входит расчистка полная, значит, дальнейшее утепление монтажной пеной, применение утеплителя трубчатого велотером и дальнейшая герметизация двухкомпонентной мастикой. Качество выполнения капремонта специалисты УКЗ возьмут под особый контроль. В 2017-м в городе отремонтируют 10 домов. На зданиях утеплят межпанельные швы, окрасят фасады, приведут в порядок кровли и внутриинженерные коммуникации. Эрнест Бавшин, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Подготовка к единым государственным экзаменам – это тема актуальна для выпускников, их родителей и педагогов. Сейчас все силы брошены на подготовку. При сдаче ЕГЭ рассчитывать нужно только на свои знания. Вот как будет проходить экзамен выпускники многопрофильного лицея узнали во время тренировочного ЕГЭ по русскому языку. Рассказывает Светлана Грачева. Пробные ЕГЭ – испытание добровольное, но выпускники не упускают шанс проверить свои силы. Сегодня здесь 233 человека. У себя в лицее ребята готовятся к итоговой аттестации постоянно. Тренировка в боевых условиях первая и единственная. В следующий раз на официальный пункт с порядковым номером 008 они придут уже летом. Нет, не страшно. Мы уже очень много раз писали пробные экзамены. Уже очень много знаем. Иногда мне кажется, что мы даже уже сами можем написать пособие. Как написать ЕГЭ по русскому языку, поэтому волнения вообще нет. Я просто думаю о том, что мне даст это в будущем, а как мне это поможет добиться своей цели и поступить в университет. В этом году в ЕГЭ задействована только одна школа. Организаторам важно не упустить из виду все подготовительные нюансы. Даже то, сколько времени займет прохождение металлодетектора. В тренировке задействованы более 50 человек. Здесь важно учесть все особенности настоящего экзамена. Организаторы пунктов и общественные наблюдатели учатся соблюдать требования процедуры и реагировать на любые нештатные ситуации. Тренировочное тестирование мы проводим в этом году такое большое и серьезное впервые с целью, во-первых, чтобы проверить качество подготовки выпускников государственной итоговой аттестации. Кроме того, проверить техническое обеспечение пункта проведения экзамена, как работает техника в аудиториях, как работают видеокамеры. Ну и, конечно же, проверить порядок действия организаторов в аудиториях и дежурных. Но пока все по плану? Сейчас все идет по плану. Впервые среди общественных наблюдателей студенты колледжа. Для будущих педагогов это своеобразная практика. Помочь никому не хочется, потому что я никого не знаю. Просто интересно понаблюдать за их реакцией, как они пишут, как они сосредоточены на работе. Еще один инструктаж команды на распечатку материалов и на три с половиной часа участники остаются наедине со своими знаниями. Результаты теста станут известны через неделю и в качестве текущих оценок учитываться не будут. Зато останется время для работы над ошибками, чтобы не повторить их на реальном тестировании по русскому языку, которое пройдет 9 июня. Пожалуйста, покиньте аудиторию. Светлана Грачева, Марина Мехедова, Владислав Дроботов, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. Итак, выпускники пробуют свои силы. Единый государственный экзамен в тестовом режиме позволяет узнать все тонкости процедуры его проведения. О предстоящей кампании по сдаче ЕГЭ говорим сегодня с гостем студии, начальником отдела нормативного обеспечения и инспектирования управления образованием городской администрации Тамарой Булгиевой. Добрый день, Тамара Габилаевна. Итак, пробный ЕГЭ прошел по русскому языку. Известны ли уже его результаты и как отработали организаторы, скажем, ваша оценка, ваши комментарии? Да, действительно, прошел пробный экзамен по русскому языку. Нужно сказать, что предметная комиссия работает, и пока не все работы проверены, поэтому говорить о результатах несколько рано. Но если говорить о том, насколько удалось посмотреть работу организаторов, то тут, да, действительно, нам удалось просмотреть технологическую готовность пунктов проведения экзамена, насколько организаторы умеют в той или иной ситуации выстраивать свою работу, чтобы соблюсти порядок проведения экзамена на пункте. Ну, какие нововведения ждут выпускников этого года? Ну, мы уже говорили о нововведениях. Они, конечно, касаются, скорее всего, контрольно-измерительных материалов по таким предметам, как физика, химия, биология. У нас теперь нет тестовой части, так называемой, есть только то, что называется заданиями с развернутым ответом. А иных изменений, вот уже на сегодняшний момент, для выпускников текущего года не стоит ожидать. То есть мы уже находимся, что называется, на финишной прямой, и совсем немного времени пройдет, и мы 29 мая будем уже сдавать первый экзамен. Все ли выпускники определились с предметами по выбору? Да, конечно. База сформирована, ребята все уже выбрали. Какие в этом году наиболее популярные дисциплины среди выпускников? Ну, знаете, наверное, ничего нового в этом смысле нет, потому что ребята, как правило, всегда выбирали, и в этом году не изменили своим приоритетам общество знания на первом месте. Это действительно тот предмет, который ребята выбирают массово. Действительно, многие вузы выставляют этот предмет в качестве предмета для поступления. Ну, на втором месте появился предмет биология, дальше идет физика, ну и все остальные предметы. Менее всего, конечно, выбирают ребята предметы такие, как география, литература. Немного ребят выбрало иностранный язык. Если оценка по ЕГЭ будет неудовлетворительной? Ну, здесь все оговорено порядком. Мы с вами понимаем, что для того, чтобы получить аттестат, выпускникам 11 классов нужно успешно пройти экзамены, получить результаты, минимальные пороки, преодолеть по двум предметам. Это русский язык и математика. И нужно говорить только относительно этих предметов, как предметы с недовлетворительными результатами. Если вдруг какой-либо из этих предметов участнику экзамена не удается пройти успешно с первого раза, то есть резервные дни основного этапа, и в рамках этих дней он может пересдать один из этих предметов, либо русский, либо математику. Но если он получает два неудовлетворительных результата, и по русскому, и по математике, либо, например, повторно получает двойку, то тогда он может пересдать только лишь в сентябрьские сроки. И речь идет только о выпускниках текущего года, то есть те, кто являются учащимися на сегодняшний день 11 классов. Сейчас нужно сказать о том, что действительно осталось совсем немного времени. И родителям часто приходят к нам за консультациями, родителям мы встречаемся в управлении образования, и знаю, что встречи проводят и сами образовательные организации. И говорим о том, что уже не осталось времени для того, чтобы пытаться ребенка контролировать с позиции «ты должен, ты обязан». Наверное, в это время уже нужно находить иные слова, которые бы в ребенка встеляли уверенность, все-таки, что он сможет справиться с этими испытаниями. Что это всего лишь такой промежуток в его жизни, который надо преодолеть. Совсем скоро ребята сдадут первый экзамен, а когда завершится эта волна? Основной этап в этом году у ребят 11-классников завершается 1 июля. Это последний день резервный, но завершается 1 июля. Ну что ж, спасибо, я думаю, что прислушаются и дети, и родители к вашим словам. Спасибо, что нашли время, ответили на мои вопросы. А мы продолжим после паузы. Проект «Открытый диалог» продолжает свою работу. 18 и 21 апреля. Школа номер 4. Начало встреч в 18 часов. «Открытый диалог». Задай вопрос власти. Продолжаем выпуск. В Муравленко продолжается работа по выявлению нелегальных таксистов. Акция «Безопасные перевозки» – долгосрочный проект. Его цель – оценить состояние автомобилей такси и поощрить добросовестных перевозчиков. По официальным данным, в нашем городе разрешение на перевозку пассажиров есть почти у 300 водителей. В рамках акции сотрудники ГИБДД проверили у автолюбителей наличие разрешительных документов на перевозку пассажиров, аптечек, огнетушителей и детских удерживающих устройств. Добросовестных таксистов поблагодарили за честное ведение бизнеса, а на автомобиле прикрепили наклейки с символом акции «За безопасные перевозки». Так как я смотрю за своей фирмой, хочу, чтобы фирма была лучше, и вот поэтому я изъявил желание сегодня, чтобы сотрудники ГИБДД проверили, посмотрели, ну и, соответственно, вручили нам не памятные, а таблички безопасности. К другим темам. Знаменательная дата. 35 лет назад, 10 апреля, было создано нефтегазодобывающее управление «Сутарминскнефть». Его история неразрывно связана с историей нашего города. Начавшаяся в 1982 году, активное освоение «Сутармы» объединило людей из разных стран. Об истории НГДУ «Сутарминскнефть» расскажет Оксана Шосток. В городском архиве сохранились уникальные документы и фотографии. Целая история в деталях. В преддверии памятной даты многие из них вошли в экспозицию выставки, которая открылась в Эколого-Кровическом музее. Среди документальных фактов приказ Министерства нефтяной промышленности СССР о создании нефтегазодобывающего управления «Сутарминскнефть» с местонахождением в рабочем поселке Муравленковский. Приказ номер 182 10 апреля 1982 года о структурных изменениях в объединении «Ноябрь с нефтегазом». Он послужил началом долгой, кропотливой работы по созданию самого мощного, одного из самых больших нефтегазодобывающих градообразующих предприятий в будущем. Так было открыто месторождение, которому геологи предрекали стать вторым самотлором. В проекте разработки значилось 20 миллионов тонн нефти в год. Осваивать Сутарму приехали нефтяники из Татарии, Башкирии, Удмуртии, Перми и Украины. У каждого была своя школа добычи нефти, но для этого региона не подходила ни одна. Методом проб и ошибок был выведен свой собственный, сутарминский метод бурения. Трудные условия лишь закалили людей, но ожидаемого объема нефти все равно не получили. Все действующие скважины эксплуатируются фонтанным способом. Всего на 1982 год из залежей сутарминского и муравленковского месторождения добыто 127 тысяч тонн нефти. Из них 4 тысячи тонн нефтегазодобывающим управлением «Холмогорнефть». Тем не менее, таких высоких темпов бурения, как на сутарминском месторождении, Советский Союз ранее не знал. Первопроходцам было нелегко. Бесконечная тайга, замерзшие топи и болота. Но они уверенно шли к поставленным задачам. С освоением сутармы неразрывно связаны из-за рождения нашего города Муравленка. Среди болот и тайги началось активное строительство. Эту стройку позже назовут «Школой жизни» не только для первопроходцев, но и для сотен молодых людей, приехавших осваивать Западную Сибирь. Происходит прием уже будущих первостроителей нашего поселка. Принимались они на рабочие должности, но выполняли работы по обустройству нашего поселка. Годы становления нефтегазодобывающего управления и тогда еще поселка Муравленковский вобрали в себя самые разные события, повлияли на тысячи судеб. Но все, кто сюда приехал в начале 80-х, говорят, все, что было, было не зря. В этом году в городе откроется новый ледовый дворец с искусственным льдом. Долгожданный многими горожанами объект возводят в районе парка культуры и отдыха. Ледовый дворец откроет новые возможности для спортсменов. Какие, знает Татьяна Бойко. Сейчас юные фигуристы во время тренировок особенно осторожны. С потеплением наружного воздуха лед стал таять. Поэтому о сложных элементах и поддержках приходится забыть. Спортсмены ранней весны не очень-то и рады. Ведь для них это значит, что скоро они будут вынуждены отложить коньки в сторону. Ты не можешь уже делать то, что делал раньше, потому что боишься намокнуть. А если намокнешь, то можно заболеть и долго пропускать занятия. Мы как заложники в плену от природы. То мы боремся со стужей страшной, и детки вынуждены кататься настолько в минусе, в минус 30 кататься маленькие дети. Либо вот в таких условиях, как вы сейчас видите, по воде практически. У нас было вот сейчас закрытие сезона, и уже вода. Нам не удавалось нормально потренироваться, детям откатать. Все переживали, нервничали. Все происходило в таком бешеном темпе. Поэтому, конечно, ледовый дворец с искусственным покрытием нам просто необходим, на мой взгляд. Также о новом ледовом дворце мечтает Ирина Макарова и ее дочери. Старше фигурным катанием занимается уже пять лет. Младшая, Есения, стала на коньки больше двух лет назад. Сейчас и без малого четыре. Юная спортсменка мечтает выйти на лед не в теплой одежде, а в красивом костюме, как настоящая фигуристка. Этот лед, который есть, вот он сейчас уже тает. И застывает он тоже достаточно поздно. У нас очень короткий промежуток, когда мы катаемся. И зимой на льду очень холодно, и лед очень скользкий. То есть он не такой, как должен быть у фигуристов. Поэтому, да, вот нам нужен хороший лед. Новую ледовую арену с нетерпением ждут и хоккеисты. Сейчас они не тренируются. На таком льду трудно вести игру. Есть еще одна проблема. Хоккейная площадка на корте «Дружба» не соответствует стандартам. И пусть это не стало препятствием для команды «Серварк», которые традиционно побеждают в Ямальской хоккейной лиге. Новая арена поможет им выйти на новый уровень. И даст шанс молодым ребятам, которые так мечтают играть в хоккей, стать настоящими профессионалами. Надеемся, с открытием новой ледовой арены будет больше времени на льду для занятий. И, соответственно, группы увеличатся. У нас закуплена форма для детей младших, для детей среднего возраста. Так что будем объявлять набор. Преимущества новой ледовой арены переоценить сложно. Заниматься спортсмены смогут круглый год при комфортной температуре в помещении. Более 400 зрителей с трибун смогут наблюдать за выступлением фигуристов и игрой хоккеистов. Это будет ледовый дворец, который будет включать в себя хоккейную коробку стандартного размера с искусственным льдом, где могут заниматься в нормальных условиях достаточно продолжительное время и фигуристы, и хоккеисты. Это будет отдельный зал для хореографии, который предусмотрен в проекте здания. Это будет тренажерный зал. Ледовый дворец возводит фирма «Магнум» при поддержке компании «Газпромнефть». Сейчас объект находится в высокой степени готовности. Ожидается, что на новую ледовую арену фигуристы и хоккеисты выйдут уже в этом году. Пока же спортсмены пользуются последними морозными днями, не упуская возможности лишний раз выйти на лед. Пусть уже и подтаявший. Да, мы подняли морозные умнички. Татьяна Бойко, Сергей Шалафан, телерадиокомпания «Муравлинка ТВ». Хоккеисты и фигуристы завершают свой спортивный сезон. А что нового в других секциях, расскажем. В спортивном блоке ко мне присоединилась моя коллега Марина Мехедова. Тебе слово. Победой сборной управления физкультуры и спорта завершились соревнования женских сборных по баскетболу в зачет спартакиады трудящихся. Ника Прусова завоевала два первых места на открытом чемпионате Красноярского края по восточному боевому единоборству. О других новостях расскажу через секунду. Муравленковские дартсисты в составе сборной «Ямала» приняли участие в чемпионате России. Он прошел в подмосковной электростали. Но варенгойский спортсмен Дмитрий Сизун стал победителем соревнований, подняв нашу окружную сборную на новую ступень в призовой таблице. Напомню, ямальский дартс развивается в Муравленко благодаря реализации программы «Газпромнефть. Муравленко. Родные города». Количество поклонников этого вида спорта в городе растет. Взрослые занимаются в центре Ямал, в четвертой школе действует дартс-клуб. Победа такого уровня открывает широкие перспективы для наших спортсменов. Нас интересует командное первое место. Женское, мужское. Ну, понятно, хочется и на мир, и на Европу поучаствовать. Но первая задача, все-таки, наверное, покорить пьедестал командный. Местное отделение партии «Единая Россия» продолжает реализацию проекта «Начни с себя». Очередное субботнее утро активисты проекта провели в центре спорта Муравленко. В программе физкультурно-спортивного мероприятия «Шашки», «Шахматы», «Дарцы» и «Минифутбол». Также все желающие в тестовом режиме сдавали нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Активное начало дня в компании единомышленников помогает держать организм в тонусе. Мы сейчас сыграли, всего-навсего. Игра длилась пять минут. Но я, например, получил колоссальное удовлетворение. Азарт был классный, особенно на последних секундах забили гол. Прекрасное начинание и прекрасная идея, потому что, получается, заряд бодрости. Семья вместе собирается. Я постоянно прихожу, не первый раз уже. Принять участие в спортивном проекте «Начни с себя» могут все желающие. Более ста любителей активного отдыха приняли участие в массовой гонке «Ямальская лыжня». Организаторы предусмотрели разную длину дистанции в зависимости от пола и возраста спортсменов. Заслуженные награды получили 24 призера. По словам тренеров, этот вид спорта пользуется у горожан популярностью. Лыжная прогулка по живописной заснеженной тундре – одно удовольствие. Кроме того, тренировки помогают успешно сдавать нормативы ГТО. У меня на этом все. Занимайтесь спортом. Спасибо, Марина. В завершении выпуска коротко о других событиях, произошедших на текущей неделе. Глава города Александр Подорога, являясь членом Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления, принял участие в заседании Совета Федерации страны. Судебные приставы призывают горожан не затягиваться оплатой задолженностей. В расчетно-информационном центре провели акцию «Узнай о своих долгах». Представители общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс» обсудили меры профилактики проявления экстремизма. Муравленковские музыканты перенимают опыт коллег из Государственной консерватории Саратова. Ведущие деятели искусств провели мастер-классы для детей и педагогов. Победителям и призерам научно-исследовательской конференции школьников вручены награды. Старшеклассники представили более 70 работ. Общественная палата оценила доступность социальных объектов для людей особой заботы. На обустройство пандусов и приобретение спецоборудования потратили более 5 миллионов рублей. С поставленными задачами справились в городскую полицию, подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первый квартал. Вопросы ведения учета военно-обязанных граждан. В ходе семинара обсудили кадровые работники федеральных, муниципальных и частных организаций. Это все на сегодня. О самом важном и интересном, чем будут богаты предстоящие 7 дней, смотрите вновь в субботнем эфире. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Всего доброго. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова